Я не кусаю свой язык, я не целую зад, я говорю правду. Это президент Golden Boy Promotions. Он сказал, что он смотрит на него как на Бога. Это отработанный материал, я уже надрал ему зад. Он больше не имеет отношения к делу. Он больше не имеет отношения к делу. Субтитры создавал DimaTorzok Скажите его тренеру, чтобы не меряемые перчатки. Он не дерется, пускай боец их одевает. Неторопливое начало поединка постепенно переросло в полное доминирование Флойда. Традиционно качественно избегающего удара соперника и в свою очередь быстро и своевременно заполняющего брешу в обороне Артиза точными попаданиями. В четвертом раунде Артиз нанес умышленный удар головой. После непродолжительной остановки боя, во время которой рефери снял с провинившегося очко, Виктор хотел обнять Майвезера, извиняясь, но Флойд провел двойку, левый и правый в голову Артиза. Бой закончился нокаутом в пользу Флойда Майвезера. В мае 2012 Майвезер вышел на лист против звездного порта Риканца и действующего суперчемпиона мира по RCWBA в первом среднем весе Мигеля Котто. На кону также стоял вакантный бриллиантовый пояс WBC. Большая часть поединка, благодаря усилиям чемпиона, выдалась равной. В начальных раундах Майвезер действовал в присущей ему манере, намеренно отдав центр ринга сопернику и сосредоточившись на контратаках. За счет преимущества скорости и превосходного тайминга американцу удавалось уходить от ударов оппонента и самому наносить острые болезненные удары. Котто прессинговал, настойчиво навязывая сопернику силовой бокс в полуборцовском стиле. Майвезер постоянно оттирал спиной канаты в первой половине встречи. В пятом раунде Майвезеру пришлось выдержать жесточайший прессинг порта Риканца. Практически весь раунд Котто держал оппонента в запертом в углу ринга и бомбил по площадям. И только под конец раунда Флойду удалось оторваться от противника. Мигель продолжал трессинговать оппонента, переводя бой в среднюю и ближнюю дистанцию, где за счет большей активности вызывал восторг публики. Однако стоило дистанцию увеличиться, как Котто начало пропускать длинные и хлесткие удары. Вырвав несколько средних раундов и разбив Майвезеру нос, Котто все же немного пропустил ударов в тех эпизодах, когда Майвезеру удавалось снизить темп поединка. В такие периоды он расчетливо и аккуратно перебоксировал противника. Раунды с 8 по 11 включительно прошли в зрелищном противоборстве стилей. Постоянно идущий вперед Котто, весьма неплохо защищавшийся, натыкался на решившего упереться Флойда, который терпеливо выискивал дыры в обороне визави. Финальный раунд Майвезер взял довольно легко, показавший хорошую функциональную подготовку. Котто на мгновение ослабил внимание и получил в голову мощную комбинацию, которая серьезно потрясла Мигеля, однако тот сумел устоять на ногах. По итогам 12 раунда судьи единогласным решением отдали победу все еще не побежденному Флойду Майвезеру. Майвезер вернулся на рим 4 мая 2013-го. Его соперником был временный чемпион мира по РСЕ WBC в полусредней версии. Роберт Горреро. То, что я делаю, это не реалити-тиви, это не реалити-шоу, потому что реалити-шоу заранее расписано. А я собираюсь вам дать полный доступ таким, какой он есть, и без купюр. Жизнь не предопределена. Все может измениться. Восемь месяцев спустя выхода из тюрьмы, Флойд Майвезер, король Паун-Пу-Паун, возвращается в самое безопасное место в своей жизни, в центр всеобщего внимания. Я развелся, и теперь я опять женат. Подписав потенциально самый крупный индивидуальный контракт в истории спорта, Манни Мэй оставил в прошлом соперника в своей эре, чтобы встретить призрака нового поколения. Призрака, отказывающегося засиживаться в тени короля. Роберт Герреро, человек, который знаком с жизненными трудностями и тяжелым трудом, собирается оставить свой след в спорте. Перед нами самый масштабный спортсмен мира, самый высокооплачиваемый, и он ведет себя как дурак. Перед тем, как говорить что-то обо мне и моей жизни, сначала достигнет того, чего достиг я. 43 пытались, и 43 провалились, пытаясь решить нерешаемую головоломку бокса. Но в 36 лет, так ли он хорош? Он знает в глубине души, что его ноги замедлились. Он уже не двигается так, как раньше. Он знает это. Хотите, я покажу, как дерется Герреро? Не существует плана, как победить Флойда Мэйвезера, но есть план, как победить Роберта Герреро. Через 24 часа после подписания контракта, по сравнению с которым мертв не даже самая роскошная жизнь, Флойд Мэйвезер прибыл домой, туда, где все началось. Последний раз я был в Гранд Трапидсе 5 лет назад. Я не смотрю на весь город и не говорю, что это мой дом. Но куда мы направляемся сегодня, там все и начиналось. Здесь я жил. Это дом моей бабушки. Она ни за что не хотела покидать свой дом. Всегда хотела хранить этот дом. Недавно я наконец-то убедил ее переехать, и я купил ей новый дом в более хорошем районе. Мой первый мешок для отработки ударов все еще в этом доме. Моя бронзовая медаль с Олимпиады 1996 года в этом доме. Это все еще мой дом, и всегда будет таковым. Давай в машину, а то здесь холодно. Пребывание в тюрьме дало мне время подумать обо всей своей жизни. Спасибо большое. 70 дней я был в заперти. Я был заперт в коробке. Я извиняюсь перед всеми за то, что я опоздал. Я не скажу, что я не опоздаю вновь, потому что это неправда. Но я могу пообещать вам. Когда я прихожу, у меня целый арсенал развлечений. Что нужно, чтобы продать этот бой? Бой уже продан, благодаря мне. Это уикенд Мэйвезера, это шоу Мэйвезера. Роберт Герреро. Все, что от него требуется, просто появится. Я благословлю тебя, когда надеру тебе зад. Хорребазарить, бро. 44-й выходит против меня, и 44-й останется ни с чем, гарантированно. Это твой самый большой заработок и единственный. Флойд, он смотрит тебе в глаза, пытается тебя запугать. Но мы оба в боевом спорте, мы деремся. Ты забираешь мою легкую работу. Это моя работа. Это моя легкая работа. Это моя работа. Нет, моя. Нельзя позволять кому-то пройти сквозь тебя, запугать тебя. Ты должен стоять за себя. Он знает, что не запугал меня. Как это было с другими, как с Виктором Артисом. Меня не запугать. Я выхожу драться. Независимо от того, как ты себя ведешь или что ты говоришь. Я выхожу на бой. Я все еще голоден, и еще многое хочу доказать. Я готов драться хоть сегодня. Я готов драться сейчас. У всех один и тот же план. Оказывать прессинг, выбрасывать много ударов. Но, насколько мне известно, все 43 провалились. Осталось подождать. 8 месяцев спустя выхода из исправительного учреждения округа Кларк. Его бой с Герреро знаменует возвращение в ринг. В ритме своего тренировочного лагеря, где он в свои тарелки, он окружен членами своей команды. Его дядя и многолетний тренер Роджер Мэйвезер. Президент Мэйвезер Промоушенс Леонард Элерби. И 84-летний катмен Рафаэль Гарсия. Но новое лицо в его команде на самом деле знакомо ему дольше всех. Его отец Флойд Старший. Я и мой отец снова вместе. Это не хорошие новости, это отличные новости. Жизнь Мэйвезеров наполнена битвами. В ринге и в семейном кругу. Взрывоопасные отношения отца и сына держались за счет той самой вещи, из-за которой они когда-то разорвались. Из-за гордости. 4 мая Флойд Старший будет в углу своего сына впервые за долгие годы. Я его отец. Я говорю своему сыну то, что ему нужно знать. Это не вредит ему, это приносит пользу. Это не вредит ему, это не вредит ему. В том, чтобы он сказал своему отцу, тренируй меня. Я не буду этого делать. Тем более он мой брат. Так вышло, что два лучших тренера в мире. Это моя семья. Мы должны работать вместе как одно целое. Я считаю, что мы сильнее вместе, чем порознь. Мой отец тренер. Мой дядя Роджер тоже тренер. Но в день боя, мой отец будет в моем углу. В конце концов, все, что у тебя есть, это семья. Когда все закончится, у тебя не останется ничего, кроме семьи. Те же самые люди, с которыми ты начинал. Подготовка к бою почти не оставляет места для семьи в жизни боксера. Так что поход вечером в кинотеатр дает Флойду шанс на вес золота ухватить немного времени один на один со своей дочерью Аяной. Бог наградил меня четырьмя детьми. Я люблю своих детей. Хотел бы я быть с ними каждый день. Каждый день. Чтобы обеспечить себе немного приватности, Флойд выкупил весь зал кинотеатра. Если я могу дать им лучшее, то почему нет? Мэй Везер и его дети наслаждаются всем самым лучшим. Его желание поддерживать такой стиль хорошо известно. Как и своих детей, папа любит свои игрушки. Леди и джентльмены, добро пожаловать в кондитерскую. Вот это и называется гараж. Мне вообще все равно на людей, которые мне завидуют. Я считаю, что если я вкалываю, значит и развлекаться могу на всю катушку. Это я. Никто не выходит туда и не надевает перчатки вместо меня. Никто не бегает по дороге милю за милей. Ребра ломали мне. Нос разбивали мне. Я через все это прошел. Я посвятил себя этому труду и надрывал задницу. Я буду продолжать верить в свое мастерство. Продолжать слушать моего отца. Продолжать слушать моего дядю. И буду сидеть на троне 30 месяцев. Почему он поехал в тур, а я нет? Так и должно быть. Что ему нужно сделать, так это заработать авторитет не только в ринге. Рассказать людям, что у него есть такого, чего нет у других бойцов. В аэропорту Нью-Йорк Роберт Герреру был арестован за ношение огнестрельного оружия без соответствующего разрешения. Он был отпущен спустя 12 часов. Он предстанет перед судом через 10 дней после боя с Мэйвезером. Жизнь не предопределена. Все может измениться. Когда ты под микроскопом прессы, даже арест на 12 часов может попасть в национальные новости. То, что произошло в Нью-Йорке, это то, что мы называем унизительной ситуацией. Это унизительная ситуация. Когда я был заперти и когда я проводил свое время в дыре, я не пожелаю это даже самому большому врагу. Отбывать наказание, это не очень хорошо. Потерять свободу, это не очень хорошо для меня. Свобода, по сути, это все. Сейчас ночи, я еду на третью тренировку. Хочу ли я идти в зал? Абсолютно нет. Лучше бы я лежал дома, сидел бы в своем кинотеатре и смотрел бы фильмы. Но, чтобы быть лучшим, ты должен работать сверхурочно. Чтобы быть лучшим, ты должен работать выше нормы. Я просыпаюсь. Мы можем отправиться по магазинам. Мы можем полететь на частном самолете. Мы можем быть в Нью-Йорке. Мы можем быть в Майами. Сами не знаем, где окажемся. Я звоню и спрашиваю, самолет готов? Мне отвечают, готов. Мы садимся в самолет, и я говорю, поехали. Как боксер, Флойд Мэйвезер не уступит ни в чем. Но как человек, он очень щедрый. Направляясь на финал четырех в рамках запланированного промо-мероприятия, Флойд не упустил возможность поделиться этим моментом и взял с собой свою команду в Атланту. Вы снимаете меня, когда я уже почти сплю? Вы, Олоксесс, снимаете меня, когда я почти уснул? Вы так поступаете со мной? Я слежу за вами, одним глазом, потому что другой спит. Один у меня открыт, я сплю с одним открытым глазом. Я думаю, что Мэйвезер отличный боксер, но он слишком много говорит. Говорят, он сидел в тюрьме. Да он сидел там с карманниками. Когда ты оказываешься в таком месте, да ладно тебе, это и разве называется быть мужиком? Я был в тюрьме за пару драк, которые у меня были. Я избил этих ребят, и я отбыл свое наказание как мужчина. Разве можно распускать сопли из-за 30 дней в тюрьме? Мужество, как у сопляка. Отрасти себе яйца, и хватит хныкать по этому поводу. Будь мужиком, будь настоящим мужиком. Отработай свой срок, и не пускай слезу перед судьей. Для меня все это выглядит как шутка, когда он говорит, что собирается надрать мне зад. Он поднимает веса, отжимается на одной руке. Но дело-то не в том, что ты отжимаешься на одной руке, и дело не в том, что ты работаешь с тяжелыми весами. Суть в том, насколько ты умен. А ты не умен, если ты говоришь о боях против Флойда Мэйвезера-старшего. Вряд ли тебе захочется этого. Об уме тут вообще говорить не приходится. Ты тупой. Моему сыну уже не 26 лет, ему 36. И в этом заключается большая разница. Когда ты старше, ты уже изнашиваешь свое тело. Я сказал ему, суть не в том, чтобы использовать свое тело. Тренироваться по 8 часов в день? Да ну ладно. Ты очень хорошо поработал сегодня. Когда 10 минут работал на мешке. Иди принимай душ. А упражнения приседания? Сегодня ты больше ничего не делаешь. У тебя все отлично. Я тебе говорю. Теперь тебе нужно больше работать мозгами. Ты сегодня просто отлично смотрелся. Вот что я тебе скажу. Я буду лучше, поверь. Когда ты растешь в боксерском зале, хотя все боксерские инструменты расположены вокруг тебя, неосязаемая основа величия должна течь в твоих жилах вместе с кровью. Для Мэйвезера и Герреро решимость идти вверх и драться идет изнутри. И 4 мая каждый будет преследовать другого с полной уверенностью в своих силах. Их будут поддерживать семьи, которые их растили, и люди, которые впервые завязали им шнурки на боксерских перчатках. Все три члена семьи будут в углу. Для Герреро это будет трудный бой. Перед ним три человека, с которыми придется иметь дело. Я думаю, они немного сожалеют. Потому что они говорят так много всякой чуши, поэтому теперь в его углу еще и отец. Поэтому у него два человека, он и его дядя, вместе против меня. Потому что они знают, что на них надвигается. На них надвигается Герреро. У 43-х был план. Оказывать прессинг на Мэйвезера. Не сработает. Ладно, бой, выйди и получи свой чек, тупица. Мы Герреро. Герреро означает воин. И таковы мы, воины. Роберт Герреро дерется с человеком, который быстрее него, изворотливее него, умнее его. Ему жопу разорвут. Он религиозный человек. Но у него постер Мэрлин Монро на стене дома. Он противоречит сам себе. Большой лицемер. Он проповедует, что он должен быть примером для подражания. Говорит обо мне, а сам расхерачивает газоны людей на запыленном внедорожнике. Он сказал, что вызывал меня целый год. Но я не знаю его. Из пары видеороликов, что я видел, сразу могу сказать, он прямолинейный боец. Я же, я победитель. Я знаю, как побеждать. Как только наступает вечер боя, я всегда способен вскрыть все слабости соперника. Я должен снять шляпу перед людьми, помогающими Флойду Мэйвезеру, ежедневно. Меня зовут Джеральд Сент-Флэр. Я занимаюсь уборкой. Слежу, чтобы все было на месте. А также за тем, чтобы были выполнены все его маленькие причуды. Слежу, чтобы все было как нужно, чтобы ему было комфортно. Я окружил себя правильными людьми. У меня правильная команда. И у нас большой талант. Зовите меня «Сделай все, Боб», потому что я делаю все. «Сделай все, Боб» говорит мне «все». Он дает мне сигналы, когда я боксирую. У нас множество ярких, умных, самоотверженных и преданных людей в нашей компании. Рафаэль, это холодное мокрое полотенце? Это лучше, чем секс. Я Рафаэль Гарсия. Я работаю с Флойдом 13 лет в качестве катмана. У тебя должен быть мексиканец в команде. Мое имя Духуан Блейк. Я кузен Флойда Мэйвезера. Дай мне новую жвачку. Все, что угодно, чтобы ему было комфортно во время тренировок. Вот за этим я здесь. Меня зовут Нейт Джонс. Моя задача дать Флойду знать, когда он работает убийственными ударами, которые он будет использовать в бою, и направить их в нужную точку. За это мне приходится расплачиваться. Я дружу с Нейтом Джонсом уже 20 лет. Нейт Джонс будет одним из лучших тренеров в будущем. Он движется вверх. Как-то раз я писал кровью, и было кровотечение. Но в конце концов я получаю чек с большим количеством нулей, и я ценю это. Какое же сексуальное мать его тела. Вот это сексуальность. У него своеобразный способ проявления любви, но он человек с топрым сердцем, и он заботится обо всех нас. Достаньте ему нормальный балахон из штаны, я оплачу. Какой-то позор с такими деньгами и так хреново одеваться. Ты нормальная одежда, я же на работе. Быть в центре внимания для Мэйвезера — это нормальная жизнь. Щелчки камер так же привычны, как и ритм спидбэга. Но как и в своих боях, он лишь делает вид, что все это легко. Люди не понимают, требуется большое количество работы в ринге, но ты вдвойне должен работать за его пределами, когда речь идет о пей-пер-вью событий. И должен делать все, на что ты способен. Мой отец — главный тренер, но так же я работаю со своим дядей. Здорово. Снова быть вместе со своим сыном. Точка. Мой отец делает прекрасную работу, Роджер делал прекрасную работу по ходу моей карьеры, так что с кем бы я ни был, ошибки быть не может. Флойд дольше всех был чемпионом мира в истории бокса. И вы же знаете, кто его тренировал эти 16 лет, не так ли? Я. Пресса постоянно пытается создать проблему между моим отцом и моим дядей. Они братья. Это мой отец, а это его младший брат. Семья — это все. Вы слышали, мой отец сказал, что все проблемы в прошлом. Вы слышали, дядя Роджер сказал, что все неувязки в прошлом. Семья очень важна. И я не хочу, чтобы у моего отца и моего дяди были какие-то проблемы. Они прекрасные люди. Отличные тренеры. Мы все стремимся к одному и тому же. К победе 4 мая. Мой отец — один из лучших тренеров мира. Конечно же, работа с моим отцом или Роджером — безошибочный вариант. Работать с ними обоими — это еще лучше. У нас отличные отношения. Мы готовы победить. Я вернул отца в свою команду, потому что это лучшая вещь для моей карьеры. Он здесь, чтобы исправить все проблемы, что у меня были в прошлом поединке с Котто. Так что 4 мая все будет лучше. Мигель Котто — это был очень интересный бой, но я был недоволен. Я поставлю себе, возможно, двойку за свое прошлое выступление. Я пропускал некоторые удары, которые пропускать не должен был. Я проиграл пару раундов, которые проиграть не должен был. Но теперь все лучше, чем тогда. В итоге я буду более классным боксером, чем тот боксер, который встречался с Котто. Флойд буквально вырвал победу под номером 43 единогласным решением. Но вместе с этим пришла доза ущерба и осознание того, что нужны изменения. Мой отец, он был очень расстроен. Он сказал, что в моих последних шести боях он не хочет, чтобы я принимал на себя столько ущерба, поэтому мне нужно усилить свою защиту. И я сказал ему, что он прав. В следующие 30 месяцев мой отец — ключевая фигура моей карьеры. Мой отец, вместе с ним я начинал. Вместе с ним я и закончу. Это был первый бой Флойда на канале Showtime. До этого Мэй Уэзер все бои провел на HBO. Минимальный гонорар Мэй Уэзера за этот бой составил 32 миллиона долларов. Герреро получил 3 миллиона. Несмотря на то, что Мэй Уэзер год не выходил на ринг, он был в отличной форме и легко победил Герреро. Герреро весь бой пытался запереть Мэй Уэзера у канатов, но Флойд легко уходил от атак Герреро и регулярно расстреливал его правым кроссом. Герреро так и не смог пробить защиту Мэй Уэзера. После 12 раундов все трое судей отдали победу Мэй Уэзеру. 14 сентября 2013-го Флойд Мэй Уэзер встретился в бою с чемпионом в первом среднем весе, Саулем Альваресом. Поединок стал самым кассовым на тот момент в истории бокса и собрал общую кассу более чем 150 миллионов долларов. Боксерский мир вновь остался в изумлении. После 17 лет доминирования может ли кто-то решить загадку короля Паун по Паун? Все их пути ведут друг к другу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok